Деяльный апостол, 9 глава, 20-31 стих. Прощальная речь апостола Павла. Нам тоже приходится уезжать, давать какие-то наказы. И сравним, как с тем, что написано в этой главе, и когда уезжает у нас близкий нам человек. Конечно, это апостол. Мы векаем планета, ведь мы все тоже сродились, одна семья. Если у нас были духовные какие-то вопросы, мы их решали вместе, мы обязательно это накажем. Хозяин уезжает в дом, он накажет, когда кормит скотину, не добывает. Он все по хозяйству расскажет, иначе погибнет. Там напоили, тут накормили, приехало, все пропало. В нагороде, ты там полей вечером. Вот апостол Павел так заботился о каждом рождении, которое насадил. О каждой душе, которую родил. О каждом дитяке, которого воспитал. Так надо учиться прощаться, уезжая куда-то, и может навсегда. 20 стих. Апостол Павел рассказывает здесь о том, как он обратился к Богу. И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий. Когда он прощался в 20 главе, он это все напомнил. Это его история, как он обратился. Только-только встал на путь. Он еще не кончил ни одного класса в семинарии. Мгновенно душа горящая, она стала светить другим. Ты знаешь, что Иисус судна за грехи твои. Ты веришь, что Он твой Спаситель. Не умолчи, скажи другому. Ибо завтрашний день нам не обещал появиться. Не знаешь, что он родит тебе. Завтра, может, этой драгоценной свободы уже никогда не будет. И стал проповедовать об Иисусе, что Он есть Сын Божий. То есть все, все направо к этому, что Бог обещал наземно послать Сына, и Он послал Его. Его Сын Единородный, Вечный, воплотился через Деву Марию. Он родился и жил среди людей. Он любит людей и взял грехи мира. Ты только поверь, Он умер за тебя. Тебе не надо погибать, ты обратись. И Он всем начал говорить. И далее, 27 стих. Варнава, когда Павел явился в Иерусалим, опасались, говорит, его принять. А Варнава за него заступился, зашел и стал рассказывать, как он смело проповедовал во имя Иисуса Христа. Павел точно значит смело проповедовать. Его тут же согласились убить. Из-за маска он бежал. Здесь та же самая история. Значит, если мы смело проповедовать будем, это в ком-то след все равно оставит. Вот нам история оставилась через Варнава. Варнава мог бы сказать, я его знаю, мы в клаву один, в одном университете учились, он по соседству живет, на апостолах это никак не подействовало бы. А мы знаем, что он гонитель. Мы знаем, это алкаш старый. Мы знаем, он то и то делал. Но он главное выложил. Я слышал, как он смело проповедовал. Вот ты считаешь, что ты христианин, ты духовный за другой. И одно из кашель для тебя поставил. Как ты относишься к проповеди? Это главное. Я благодарю брата. Он мне представил материалы о соборе, который идет, со зарубежной четвертой. Смотрю, как кто выступал. Патриарх послание сделал. Митрополит, и там еще митрополит в Сербии один. Я нашел только одно по-настоящему ценное выступление, очень хорошее. Ну, я его не знаю. Николай Сашенко, священник Санкт-Петербурга. Я над этим работаю. Я его оформлю, я возьму его в себе в материал. Он полностью берет весь Ветхий Завет, проводит, где враждовали, как примирились. Где в Новом Завете все события по порядку берет. Я не нашел, где вставить слово даже у него. Дальше он берет историю Церкви, все 12-е церковь жития святых, и по ним ведет, где когда спорили, как тот примирился. Оттуда взять этот пример. Это образы для нас. Вот что надо было говорить. Говорят умные речи все. Ну, не можем мы объединиться с тем, что мертвы. Вот я сейчас стою здесь и думаю, сейчас это закончится, встал мы считать, и я выйду, скажу проповедь. Ну, если во мне этого нет, ты мне не достаешь, ну, я выйду, скажу, а что я тебе скажу, если бы я это не приготовил-то? Ну, ладно, садились в патриархии. Я домослю патриарх в чистом переулке в воскресе. Ну, и что это изменилось? Когда сосед рядом как пил, так и пил. Вот к нему никто не пришел, ни я, ни патриарх. Чего наше объединение-то отдаст? Тогда два солны, два мертвеца. Главное-то в том, что если тот меня бы искал, жаждал, а я приду, послушаю, что он скажет проповедь, и такую проповедь скажу у себя, или понесу кому-то, вот это объединение дало. Это ничего не дает. Потому что два мертвеца сошлись и все. Ни те не проповедуют, не говорят, ни эти, а с кем-то нас соединять это. И далее говорит, и в Иерусалиме Павел смело проповедовал во имя Иисуса Христа, Господа Иисуса Христа. В Дамаске проповедовал, в Арнаве о нем свидетельствует смело проповедовал, и теперь делом он это показал. И что? Результат. Церкви же по всей Иудеи, Галатии и Самарии назидались и умножались. Я ставлю вопрос, а за счет чего? Ведь выступают делегаты на соборе и говорят, если мы сейчас не соединимся, то дальше-то ведь некому соединять. Это может засохшая ветвь, никого нет. Один выходит и говорит, а у нас тут осталось всего полмиллиона, а другой говорит, не полмиллиона, а сто тысяч. Это просто такие, захожие только приходят тут. Из ста тысяч одного не найдут настоящего проповедника, чтобы выпросили апостольский дух-то горел-то. А одно монастыре, монастыре, монахи, монастыре. Я посмотрел, мертвая зона, пустота. И там ничего они не сделали. Это только великая сила Духа Святого может их поколебать. Они разъедутся, у каждого свои интересы, тем самым занялись. Болезни нигде нет. О том, что мир погибает. Вот в данном случае, вот то, что я сейчас читал, это слова, а Павел все скажет, когда будет прощаться с ними. Вы помните, как я ходил среди вас и день и ночь проповедовал. Вспомните, вот это мое начало, а там будет концовка. Я с вами попрощаюсь. Вот так жизнь должна быть наполнена. Здесь никто ничего не может сказать. Спрашивает митрополита Лавров, а что вы видели в России, что нравится? А монастырей сколько много? Было-то всего 70, а сейчас-то их 700. Дальше что? А вот храмы построили там. Вот как наши маленькие бабушки. Говорят, я гляжу, это же самый патриарх, говорит. Крестные ходы, мощи, Варвары провезли или советы. Сонное царство. Они о чем говорят? Это не выдумка. Реальные дни. Вчера, что они говорили на соборе, я уже сегодня все читаю, мне принес брат. Я благодарен Господу, что вот такие средства информации есть. И я вижу, там можно сидеть и спать. Ты никому там не нужен. Там делает, проворачивает политики свою политику, роль, там им надо забрать имущество, у них они к этому подойдут. Пока только одно, подогнали к чашле, что может защищаться. А мы это не отрицали никогда. Главное-то не в этом. Никто не шевельнулся. Никто не сказал, мы получили свое. И виноваты-то не коммунисты, а виноваты попы, что до революции не учили. Они бы не родились коммунистов, их бы не было. В каждой семье, если бы было бы по три проповедника. Я стал смотреть, что означает смело проповедовать. Ну, ты хотела бы смело проповедовать. Не бояться. А то свидетельцы в 15-м томе у нас говорят, со мной рядом работала она и ни разу мне не сказала на даче. Я вижу, они собираются. Я спрашиваю, куда идете? Да куда идем мы? На занятия. Как на занятия? А говорят, что мы какие-то сектанты. Да нет, мы идем. Я бы пошла с вами, если бы вот такого проповедника знали. Да я его как раз ищу. Что же вы столько лет-то молчали-то? И тут же она пришла. Вот как история-то идет. Да вы бы не каждый день говорили. Ты один раз так услышал бы и сказал, там, в Дамаске обратился кто-то. А он сегодня в Иерусалим пришел. Вы слышали? Апостолы приняли его. Он смело проповедовал. Вот это ты. Это о тебе будет говорено. В Деяниях апостола, по 11 главе, 29 стих. Из Антиохии и Иконе пришли некоторые иудеи. Следили. И когда апостолы смело проповедовали, так что их тронуло. Если бы они по домам сидели, совершали службу, молились, саноны, окаписцы, они никому были бы не нужны. Но те ревностные иудеи увидели, как они смело проповедуют. Смелое проповедование вызвало врагов во свет. И они возбудили народ и убедили отстать от них, говоря, они не говорят ничего истинного, а все лгут. И побили его, вытащили за год. С нами потряши, это как на каждом месте так поступают. Они говорят, что лгут, вы их не слушаете. Они, наверное, американские, это мы не зарубежные. Как будто сегодня это все было сказано-то. То вот это ты бы только показал-то. Мы не можем никак объединиться с тем, что мертвое. Его не предстанешь, оно холодное. Послание к Ефесянам, 6 глава, 20 стих. Апостол Павел говорит, я в узах нахожусь. Для чего? Да бы я смело проповедовал, как мне должно. Он знал долг перед Богом. В узах? В тюрьме. Скороны. Чтобы я смело проповедовал. Я в тюрьме не для чего я был, а для того, чтобы смело проповедовать. Для этого меня посадили. Для этого я нахожусь. Для этого цепи на руках, чтобы я гремел и гремел. О Христе говорил. И стражник обратится. И семейство Степаново. Здесь сделает это пристанищим всем проповедующим. Послание Филиппийцам, 1,14. Павел говорит, что большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, услышав, что я так смело иду, вначале с большей смелостью, без боязни проповедовать Слово Божие. И один вопрос заданный, ну неужели этого не знают те, которые на соборе? Что нужно было? 80 лет, считай, в России они пробыли. Ну и кого обратились? Слово Божие. Ну пришли-то люди, стоят американцы. Они никакой пользы не дают своей стране. Они стоят, помолились домой. Их так научили. А если бы они были ревностные, как сектанцы сегодня ходят, как некоторые православные по квартирам по воскресеньям ходят, а они, американцы, в своем языке умеют разговаривать, да они бы по Америке уже обратили, наверное. Деяние 14.3 говорит. И они смело действовали по Слову Господню, благовествуя. По Слову Господню так и нужно делать. Почему? А участь боязли в озере Огнином. Праведник смел, как лев, а нечестивый бежит, когда за ним никто не годится. Ты все время проси, Господи, дай мне мужество быть похожим на Павла, быть смелым, как лев. Ты куда бы ни гнял, чтобы ты канала, а мог бы я тут сказать, Господи, открой дверь этого сердца. Послание к Римуам 15.15. Я писал к вам с некоторой смелостью, поданной мне от Бога благодатью. Значит, и писать кому-то нужно со смелостью. Да они не поймут. Ты не решай за людей. Ты напиши, а дальше будет видно. Ты прямо пиши по Евангелии. Да знаете, люди такие, надо написать журналистским языком. Не надо. Ты просто пиши о Христе. Призывай к покаянию. Говори о последнем времени. В Бытие 34.25 говорится о том, что люди, даже совсем не верующие, бывают очень смелые. Они напали, говорит, на гору, когда там были обрезаны. Это Симеон и Евгий. Истребили всех за сестру Дину свою. Смело напали. Так говорит Писание. Если они так смело поражали оскорбителей, а почему мы вот это молчим? Мы даже смело и восстать там, где были отступления в церкви. Прямо и указать. Ни на какое церковное отступление, по слову Божьей, ни один не указал. Я уже второй раз сегодня просматриваю все деяния их. Подготовительные какие были. Но это немало, 36 материалов. Я уже второй раз все это считаю сюжет, целый день посвятил. Нет никого. Только нашел там в Институте международных отношений, которые собирались. Там правильно разобрались профессора. Называется им ГИМО. И они, ну это не собор люди, и говорят, нас постигла эта беда за то, что в садское время не проповедовали. И Бог смел все это для того, чтобы мы вышли на пропути и идти по всему миру. Как будто с нашего материала, с сайта взяли. Я снова прочитал, нет, не ошибся, так я. Значит, где-то что-то есть. Где-то наши близкие друзья есть в мире. Надо, чтобы они открылись. Их найти надо. Выйти на них. В Деяниях 18.26 Аполлос, он еще все не знал о Христе, проповедовал в синагогах смело. Ахилла и Престила послушали, посмотрели, какой смелый, а все не знают. Он знает только до Христа. Янова крещение проповедует и об этом смело призывает. И они его домой к Жанту пригласили и рассказали. А ты знаешь, Ян-то, для чего он крестил-то? Ну, крестил, а для чего? Я не знаю. Для того, чтобы люди увидели Христа. Я для того пост, но чтобы явить. Это богоявление называется. Да вы что, я сейчас пойду, скажу, и скорее синагогу, и давай им досказывать. Это о Христе речь идет-то. Они подправили его немного. Значит, нужно слышать людей, которые смело действуют, найти, что они неправильно, подсказать, а то поймет. А то ревность понесет дальше. Деяние 26, 26. Когда стоял перед царем, апостол Павел говорит, знает царь, знает царь обо всех наших законах, поэтому я перед ним смело говорю. Значит, смело нужно писать, смело свидетельствовать и смело перед правителями говорить. А нам приходится иногда бывать где-то, в администрации, в прокуратуре, везде смело говорить о Христе. Просто нигде не упускай возможности сказать. Вот я просто как вчерашний случай хотел сказать. Иду здесь на остановке Пушкина, ну, всегда стараюсь людей обойти. Иду, как отрываются два мужчины, и меня окружают. Одну микрофон псует, а другой съемку ведет. Скажите, а как вы провели майские праздники? Я говорю, какие? Ну, как какие? Первое, девятое, я из таких праздников не знаю. Я Пасху Христову знаю. И главная победа, Христос победил дьявола. И вытаскиваю книгу и показываете, какую свободу Бог дал. Смотрите, какие у нас книги вышиты. Несколько слов, все закончено. Если где-то они будут показывать, они ничего не могут сказать, кроме того, что эти праздники ничего не дали, кроме траты средств. А Христос победил дьявола. Христос победитель. Вот день победы. А первый день солидарность трудящихся. Солидарность трудящихся – это церковь. Он пришел, чтобы собрать рассеянных щас воедино. Не пролетая из всех стран соединяйтесь, а уверовал, что в меня соединяйтесь. Я как птица хотел собрать птенцов. Вот первое мае какое надо праздновать. Итак, к евреям. Апостол Павел говорит так, 13.6. Так что мы смело говорим. И говорить надо. Господь мне помощник и не боюсь, что сделать мне человек. Водгин уже говорит смело, когда беда окружает, беда, угроза. Ну, я на Господа надеюсь. Ты чем меня пугать хочешь? Василий Великий говорит. Да ты меня ударишь, я только первый удар почувствую. А второй удар ты уже по мертвому будешь бить. Такое слабое здоровье было. Я жду разрешить себя с этой плоти. И деяния, говорится, это кремлинам 10.20. Исайя смело говорит. Меня нашли неискавшие меня. Я открылся не вопрошавшим о мне. Это смелые слова. Вот сегодня, если сказать, когда я говорю, не знаю, как они будут потом мои слова рассматривать, я говорю, вам надо бы на собор пригласить хороших проповедников сектантских. Они бы вас расшевелили. Баптийских, пятидесятических. Чтобы о нем дали, говорится, впрыснули живой крови, живого духа-то. Рассказали о Христе. Причина вот какая. От Христа удалились и разделились. Нас Христос объединяет. Не патриарх. И собор нас не может объединить. Мы должны вокруг Христа собрать, и тогда объединение произойдет полное. Не просто щаший кровь, а родство под кровью, которое течет на Голгофе. Вот этот кровь нас сродняет. Они думают, щаши их сродняют. Так буквально и говорят об этом. Деяние 4,13. Видя смелость Петра и Иакова, и Анна, они говорят. Дальше все. Видя их смелость. Вот что приметили фарисеи и Синедрион. Смелость. К этому призывает нас Господь с сегодняшним чтением. И Деяние 4,20. Когда они молились за то, что их гонят, притесняют и говорят, Господь, дай нам Духа Святого, чтобы со всей смелостью говорить Слово Божие. Я думаю, мы воспользуемся данными, какие привезет батюшка, и попытаемся по воскресеньям в другие дни начать свидетельствовать около храмов. О чем я говорил. Чтобы со всей смелостью возвестись то, что люди не знают. А у них службы каждый день идут. Приходите возле храмов и свидетельствуют. Там не запрещено на улицах, это не ваша территория. А будут выходить, мы будем говорить, а почему вы людей не учите, люди ничего не знают. Мы просто о Христе разговариваем. Вы будете, какие они. 2 Коринстам 10,2. Апостол говорит о смелости, которую он просит у Бога и желает проявить против непохожных членов своей общины. Священник должен действовать смело в виде нарушения. Епископ должен рассуждать сам властью. Смелых выступлений, может, там много было на соборе, я не знаю, но все они с такими оговорками, по-настоящему смелого выступления я не увидел. Нужно было сказать так, вот до этого состояния, что вы потеряли все, и теперь изменяете курс по-другому-то. Ну, его, может быть, и надо было менять, потому что Евангелие не стояло во главе. Задача зарубежной церкви не была в том, чтобы благорестовать миру Христа, а только наши традиции, наши корни. Итак, сегодняшнее чтение говорит об обращении апостола Павла. И мы помолимся ему. Я хотел сказать об одном человеке, получил сейчас известие. Я покажу фотографии его в третьем-четвертом томе. Батюшка один, отец Александр Пиловаров, у которого мой отец Аким учился, и я там учился на священника. Погиб день или два назад. Сообщили, сейчас молимся о нем. Он старше меня, кажется, на два, что ли, дня. Все только. Я у него жил и знаю. Он тайно приходил, приезжал к нам, потому что притесняли в то время. И он очень смело в то время проповедовал, когда ничего нельзя было сказать. И он как раз вот это, что Аклардию и Стержанина, это и темскую раскрутку дал-то, вышел и прямо сказал о ее воскресенье. Ну, его сразу власти стали давить. Он отсидел срок, там-то другое было, и он только что отошел. Как я понял, хоронят завтра. Завтра его похоронят. Так что, кому на сердце легли эти слова, вот такого смелого человека Господь призвал на свой суд. Мы не знаем, где он будет. Он кандидат богословских наук. Удивительный проповедник. В Сибири больше проповедника я не знал, когда в те годы, может быть, новые какие-то появились. Аминь. 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 Аминь.